В этом году отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны, и, видимо, в связи как раз с этим событием связан выход игры 11.11 Memories Retold. Как можно понять из названия, игра, скорее всего, будет посвящена воспоминаниям тех, кто прошел через войну. Игроки с некоторым опытом по теме могут, конечно же, сразу вспомнить Велленд Хартс, и, судя по всему, игра действительно довольно сильно похожа на нее. По крайней мере, из-за того, что здесь необычная стилистика, раз, а во-вторых, то, что здесь несколько персонажей, впрочем, сами себе персонажи еще, возможно, более интересны, чем Велленд Хартс, которая была, конечно же, такой хорошей художественной игрой, ну, в плане того, как рассказывала историю Первой мировой войны, как была нарисована, сделана, но я не могу сказать, что она была такая прям увлекательная геймплейна, и я не смог ее пройти, на самом деле, до конца, потом, может быть, это сделаю. Memories Retold, я не слышал про нее, но сейчас у нее очень высокие отзывы, сейчас она даже номинирована на Game Awards в одной из номинаций, по-моему, то есть обратить внимание на нее, конечно же, стоит, хотя я и не знаю, что, честно говоря, ожидать. Знаю лишь только, что здесь необычный визуальный стиль, но в последнее время с этим мы уже привыкаем постепенно. Та же Return to the Obra 1 у нас, наверное, подготовила дальше ко всему, чему угодно, поэтому здесь слишком сильно удивляться в любом случае не будем. Тем не менее, давайте посмотрим и узнаем, что же 11.11 нам предложит. 11.11. Memories Retold. Ого, Лейджи Вуд. Вот это неожиданно. Себастьян Кох. Крупные мина. Ну и вот он, необычный визуальный стиль. Напоминающий рисунок, созданный для того, чтобы как раз-таки визуализировать в своем роде воспоминания. Ноябрь 16-го года, два года до перемирия. И не просто так, мы везде видим на загрузках кошку, но, насколько я понял, она будет одним из игровых персонажей. Торонто, Канада. Так, здесь войны быть не должно. Надеюсь, все узнали голос с Элайджи, да? Слушай, а кого мне еще здесь снимать? Никаких более интересных вариантов здесь не найдется. Вот, я думаю, вот этот объектив, более крупный план. И вот сейчас фотография. Не самая лучшая фотография по свету, но пойдет. Она здесь мило улыбается и наклоняется к камере. Почему нет? Хорошая фотография на памяти. Слушайте, я уже сразу с первых секунд уже сразу стал понимать, что нас ждет именно офигенный интерактивный повествовательный экспириенс. Жанр. Можно уже назвать это жанром, а не симулятором ходьбы, потому что это немножко отходит от симуляторов ходьбы, которые в итоге все равно неправильно, как мне кажется, определяют суть игры. И вот это именно повествовательный интерактивный экспириенс, вот это более точное определение. И это, судя по всему, как раз такая игра. Ну, ты не получаешь серьезную фотографию от меня. Я могу вам уверен, что это. Да? Жаль. Но я попробую все-таки. Может, теперь попробуем, наверное, вот так вот, да? От головы до ног. Винетирование здесь есть, но в принципе, неплохо. Да? Неплохая фотография. Черт возьми. Я попытаюсь поймать какой-нибудь еще крутой кадр. У нас есть еще объектив, нет? Только два, да? Да. Ну, ладно. Пойдет. Она все время отворачивается. Нет, я попытаюсь ее поймать сейчас. Ааа, она глаза в другую сторону закатила. Черт возьми, Джулия. Вот это хорошая фотография. Вот это прям серьезно хорошая фотография. Она наконец-то нормально взглянула в камеру. Так, а с фотографиями здесь это не просто один. Вот сейчас у нас момент был такой миленький. Здесь эта часть геймплея. В любое время нажмите... Это что за кнопка? Это тап, возможно. Для перехода в фоторежим и нажмите Е, чтобы сделать обычный снимок. Поскольку пленка стоила недешево, фотографы могли сделать не больше 16 снимков в день. Вот это логично. Но то, что не просто 16 снимков за всю игру, да, там тебе сколько, а 16 снимков в день. Хорошо. Примем к сведению. Будем экономить просто так. Как сейчас мы фотографировали, так много не будем. Ну что? Мистер Тейлелл велел принести вина. Не стоит заставлять его ждать. Действительно. Потом, если будет время, осмотримся. Хотелось бы осмотреться. Но пока сейчас выполним поручение. Военный. Мне кажется, это наша связь с дальнейшим развитием событий. Так, вино, да? Вот оно было. Надо сразу сказать, что вот этот визуальный стиль, он маскирует, конечно, слабость техническую, да? Но в то же время все-таки представляет и художественный интерес. Одно другому не мешает, в принципе, никак. Так, а это что такое? Найден коллекционный предмет. Привет из-за моря. Часть первой из вторых. Ну, слушайте, очень похоже на Валентхардс. Там тоже все начиналось в мирном антураже. И вот эти тоже реальные записи. Отчасти реальные. Где-то наполовину выдуманные записи, связанные с историей Второй мировой войны, дневниками и так далее. Что-то такое, да? Похоже, нас здесь ждет. Фотографии. Мы можем посмотреть фотографии, которые сделали, да? Какая вот... Ну, вот это самое лучшее все. Хотя странный фон тут и освещение, но ладно. Тут о профессиональной фотографии говорить, судя по всему, особо так не приходится. Так, назад. Собранные предметы. Привет из-за моря. Часть первая вот этого письма. Пока мы ее не можем открыть. Да, надо найти две части. Интересно сделано. Ну, то есть коллекционные предметы есть смысл собирать, если вас действительно интересует тема Первой мировой войны. Если вы в такую игру решили вообще сыграть, которые сразу видно, что сделан упор на эпоху, на историю, да? Очевидно, что, скорее всего, вы этим и заниматься и будете. Так какие у нас записи? Угу. Это что-то вроде дневника? Итак, 15 октября 16-го года. Мистер Тейлор сообщил замечательную новость. Он заказал новый фотоаппарат и сказал, что разрешит мне сделать пару снимков, если я буду хорошо себя вести. Похоже, разрешил. 28 октября. Полмесяца прошло. Я рассказал Джулии анекдот, и она даже посмеялась. Но ты все к успеху пришел. Обычный ответ на мои шутки, она просто закатывает глаза. Так что можно считать, что сегодняшний день удался. Как мало для счастья надо. 5 ноября. Новый фотоаппарат. Вот-вот привезут в Аталену. Главное событие, собственно, которое он ожидал. Мистер Тейлор поручил мне установить его и как следует испытать. Джулия утверждает, что ему просто лень заниматься этим самому. 10 ноября. Я спросил Джулию, можно ли мне будет ее сфотографировать, чтобы проверить фотоаппарат. Она сказала, что нет. Но я уверен, что она согласится. Джулия просто идеальная модель. Просто потому, что у тебя выбора никакого больше нет. Но ему действительно Джулия нравится. Так что здесь все логично. А профессиональным фотографом действительно сложно его называть, потому что он молодой, можно сказать, помощник. И фотоаппараты здесь одни из первых, которые у них появляются. Здесь, ну, простого Люден, можно сказать. Так. Хорошо. Ну что, кроме вот этой графики, которую необходимо, конечно же, привыкнуть, сразу стоит сказать, что музыка, диалоги, все сделано на высоком уровне. Так, не приставай к моей Джулии. Ну, как сказать. Судя по всему, вот он сейчас, ему нужно будет какие-то съемки, связанные с военным чем-то там, материалом каким-то. И нас куда-то заберут. Так. Вот, я вину-то принес. А, вот здесь мы. Ты взялся время, брат. Нужно. Ох, нифига себе. Я уверен, он попробовал его лучше. Вот ты, мейджор? Военный человек добрее, чем... Спасибо. Пусть. Ну, ты говорила что-то о потреблении фотографии? Да, да. Кто взял эти? Они... экземпциональны. Просто такими фотографиями, которые мне понадобится в борьбе против Германии. Ага. Ну, конечно. Вау, смотрите, как круто сделано. С одной стороны, видно, что анимация такая здесь дешевенькая, тоже замаскированная за счет графики. Завод дирижаблей. С другой стороны, все равно это сделано приятно. Немцы? Вот такое вот переключение нас ожидает. Теперь мы играем за немцев, черт возьми. Новая запись в дневнике. Интересно, что сегодня говорят по радио. Завод дирижаблей, ноябрь 16-го года. Ну, тоже самое время, но совсем другое место. Давайте здесь записи ознакомимся, узнаем, что здесь у нас за персонаж. Итак, 5 ноября. Работа... А, нет, октября. Работа над дирижаблем продолжается. Это тяжелый труд, но все рабочие целиком отдают себя нашему делу. Здесь даже, видите, другой шрифт. Написание другое. Почерк, как бы. Рамы и перекладины почти готовы, и масштабы будущего воздушного судна поражают воображение. Я не перестаю удивляться при мысли о том, что когда-нибудь оно поднимется в небо. 20 октября. В то время как наш предыдущий герой просто мирно ждал фотоаппарат, который должен был прийти в ателье. Здесь происходит вот что. Скоро мы начнем делать оболочку аэростата. Вчера за ужином Клаус снова заявил, что лучшим материалом для нее будут колбасные шкурки. Вот Клаус веселый парень, судя по всему. Он даже утверждает, что скоро из магазинов исчезнет вся колбаса. Так много дирижаблей построит Германия. Все засмеялись, хотя уже не раз и не два слышали эту шутку. Ну, во второй раз я вряд ли засмеюсь, но первый раз было достаточно забавно. И, наконец, 7 ноября. Меня беспокоит, что Катрин перестала получать письма от Макса. Я старательно гоню из головы мысли о том, что это может значить. Я буду каждый день слушать фронтовые сводки и надеяться, что узнаю что-нибудь о сыне. Больше мне все равно ничего не остается. О, у нас есть сын, то есть. Да, Катрин наша жена, скорее всего. Ну, вот видите, сразу сколько личных подробностей, и это очень здорово. Как в Эллен Хартс, но мне кажется, здесь даже что-то мне начинает нравиться сразу даже больше. За счет необычного подхода к геймплею, да. Там все-таки это был платформер, ну, как платформер, но с видом сбоку, стандартная такая аркадная система с однообразными элементами. Мне кажется, здесь однообразия вот этого будет меньше. Ну, игра, может быть, будет короче, но в этом нет ничего как раз плохого. Так, а здесь у нас фотографии тоже. О, смотрите, у нас здесь есть фотографии. Наша семья, судя по всему. Возможно, наш сын Макс, да? Катрин. Жена, возможно, это мы, скорее всего, да? Не подписаны фотографии. Да, вот жена, вот и сын. Но видите, как внимание уделяется именно фотографиям. Так, хорошо. Чиним радио. Внезапно совершенно вот такое дело у нас появляется. Так, ну, это будет сложно, я так думаю. Ну, вроде как зеленая лампочка должна означать, что заработала или нет? А, можно вот так вот переключать, да? Еще одна лампочка. Думаю, это хорошо. Четвертая лампочка. И пятая. Отлично. Это было несложно. Починили радио, называется. Ну, а мы в любом случае хотели узнать, но, конечно, не такие новости. Тревожные. Что делать теперь? А что мы можем сделать? Мы обычный техник, судя по всему. А мы пока вроде как вообще не разговариваем. Это у нас, дружище, не мой случайно. Да, вот если вот присматриваться, пытаться присмотреться, видно, что вот анимировано все как-то так простенько, да? И если убрать вот этот эффект, да? Рисовки как бы, да? То сразу станет очевидно, что здесь освещение, тени очень простые. Но именно за счет вот этого и рисовки они как раз сделали так, что все равно картинка выглядит так очень прилично. А что у нас... Чем мы сейчас занимаемся? Дальше чиним радио? Или как? Какие у нас дела? Так. Интересно. А, ну вот, мы послушали, что говорят по радио. Попытаемся поменять, может быть, частоту? Или нет? Или пойдем куда-нибудь? Напарник наш больше ничего не скажет. Хорошо, ладно. Посмотрим... Письмо. Я сделал что-то, что я знаю, что ты не согласен с ним. Это о Максе. Это о нашем сыне. Я знаю, почему его книги не приезжают тебе на фраме. Он как бы представляет, как пишет это письмо, или действительно это отрывок из того, что произойдет дальше. Ну, в общем, он в голове уже представляет это письмо. Хорошо, хотя мне сейчас как раз не до этого. Торбин попросил меня активировать рычаг. А, ну вот так вот, да? Записи у нас не добавляются ведь? Нет. Все хорошо. А что мы запускаем-то? А, ну да, дирижабли. Мы же над дирижаблем работаем точно. Все-таки мы важная персона, раз нам такое доверили. Дело. А выглядит эпично. Надо признать. Это нос дирижабля, если можно так выразиться. И, по-моему, я увидел кошку, которая, может быть, как раз все-таки станет нашим игровым персонажем. Это мое сейчас пока что главное ожидание. Мне тоже можно его будет, да? Все-таки активировать. Похоже на то. Смотрите, сколько рабочих. И мы делаем это. Да, они строят военные дирижабли. Но я уверен, что они не то, чтобы сейчас вот это их воодушевление, которое они испытывают. Наш герой уж точно. Оно не связано именно с верой военную победу. А с верой, с надеждой в то, что их разработка, их дело, их техническое вот это достижение, насколько оно мощное, насколько оно великое. это для них основное. По большей части, конечно же, они не задумываются о том, что на самом деле это может быть, это будет их не изобретение, их не достижение будет помогать уничтожать других людей. Так, нам наверх сколезали, да? Можно еще с кем-то здесь поговорить. Подождите. Нам нужен здесь фотограф. Но вряд ли фотограф из Торонто будет фотографировать немецкие дирижабли. Вот видите? Они именно хотят, чтобы просто дирижабль поднялся в воздух. Они хотят, чтобы то, над чем они работали, исполнилось. Так, здесь можно подобрать часть документа какого-то, да? Военные облигации, часть первой из двух. Хорошо. А нам не с тобой нужно было поговорить-то? Задание. Нужно поговорить с Фальком о наших сыновьях. Он, наверное, наверху. Фальк наш друг, брат или кто? Ну, узнаем, когда доберемся до него. Но он наверху, но не здесь. А где он-то? Ладно, попробуем еще куда-нибудь залезть. Здесь лестница достаточно, в принципе. Можно приседать, кстати, и бегать, пока, хотя эти функции совсем не то, чтобы не нужны. Ну и все-таки это есть, конечно же, патриотизм тут. Базовый патриотизм. Война объединяет. Мы находимся в храме. Но у кого-то мысли совершенно другие, как и у нас, кстати. Скорее всего, сейчас мы действительно беспокойны больше не дирижаблем, над которым столько работали, а именно тем, что с нашим сыном происходит. Это правда. Так, надеюсь, в этот раз я заложу куда надо. Я, по-моему, не видел, что здесь кто-то есть, но мы нашли, кстати, часть еще одного документа. Ну, хоть что-то. Кроме этого, здесь, кстати, ничего нет больше. Открытка с дирижаблем, часть первая из двух. А вот код. Мы могли бы добраться, может быть, до него. Вон еще есть одна лестница. Слушайте, давайте сразу разберемся, где фалька, который нам нужен. Вроде как сверху вот только один человек, но с ним вот нельзя было поговорить, там не было опции такой. Может быть, что-то заглючило, в принципе. В принципе, возможно, да. Попробуем еще, наверное, все-таки по той лестнице подняться, а потом вернемся туда. Хотя вот есть лестница точно, вот там, скорее всего, фальк, верно. Мы же изначально здесь стояли, надо было интуитивно допереть, что ближайшая лестница та, которую я должен воспользоваться. Мне нравится. Вот здесь вот, кстати, даже кажется, что освещение очень такое классное. Хотя оно, хотя оно, очевидно, не динамическое. фальк. Аккуратно. Здесь вообще, смотрите, как опасно. Нет, это не фальк. Можно упасть на раз-два, у них ведь никакой страховки, здесь такие тонкие проходы. Вот я бы, честно, здесь боялся. Просто у меня... Я не то, чтобы прям боюсь высоты, но вот таких узких все равно проходов, они... Они головокружение способны у меня вызвать. Мы прямо вовнутрь этого дирижабля проникаем сейчас. Так, а что там? Это отодвинуть, да? Скорее всего. Сейчас мы вот вправо подвинем и сможем пройти. Только как нам вправо-то повернуть ее? Он не хочет поворачивать вправо. А, ну нам это и не нужно на самом деле, да? Мы можем просто обойти. Что-то я слишком туплю. Так, вот наконец-то и присесть понадобилось. Впервые. Работа идет полным ходом и ощущение это хорошо передано. За счет простейших эффектов, но тем не менее. Так, еще выше мы поднимаемся, да? Правильно или нет? Вопрос. Ага, ого. Ребят, нифига вы себе смельчаки. Так, ну балансирует он, конечно, мастерски. Зачем вы все, залезли то? У нас сейчас новости будут нехорошие, конечно, для них. Скорее всего, наш друг просто в сценариях, которые в одном отряде. не в курсе, не в курсе, не в курсе, мастерски. 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 Но я никогда не скажу ей это, конечно. Не знаю, почему, но я оставил одну из этих фотографий. Он сказал, don't know why. Хорошо, что это даже субтитры не засунули, потому что, ну это глупо звучит, но он, не знаю, почему он оставил фотографии девушки, которые ему нравятся. Выбрать фотографию одну, которую мы оставляем себе. Ну, где та фотография, которая мне понравилась? Точно не вот эта. В принципе, вот эта хорошая, где можно и фигурку разглядеть, и все, да? Вот это тоже милая самая первая фотография, где она наклоняется к камере. Но, наверное, какую-то мы отдадим ведь ей все равно, да? В любом случае. Ей стоит оставить, скорее всего, вот эту фотографию самую хорошую. А вот эту первую, да, она немножко такая неправильная, как я и сказал, но она мне ведь понравилась, как я и сказал, и мы ее и оставим. Майорик, где ты, парень? Ох. Так, ему нужна фотография просто его самого. Да, нужно оставить фериодить майора. А он все еще здесь, что ли? Ясно. Так, вот здесь у нас вторая часть документа. Да? Отелье часть первой из двух. Ладно, не будем заставлять ждать. Хотя, мне кажется, как быстро бы я не спешил, мистер Тейлор все равно был бы недоволен. Джулия, надо с ней поздороваться в любом случае. Я сейчас busy, Харри. Пойдем, если мой папа нужна помощь. А, вот, все, я наконец-то разобрался. Он не наш папа, он ее папа, точно. Ой, тут сложно будет, конечно, с таким папой к Джулии. Ну, понятно. Так, чтобы включить фотоаппарат, нажмите Tab. Окей. А на каком фоне мы это сделаем? Интересный кадр. Делал снимки или нет, решать вам. То, что вы будете снимать, повлияет на взгляды Гарри. Хорошо. Все, Джулия наконец-то отошла, мы можем здесь сфотографировать. Фотографии, связанные с задачами. Это список объектов, которые вам нужно сфотографировать. В процессе игры вам часто нужно будет делать такие снимки. Угу. Понятно. Так, ну, сейчас давайте подберем. Вот, ну, слушайте, это, я ни в какой другой игре еще не видел настолько вот проработанного, ну, даже здесь оно мелко проработанное, но тем не менее, проработанная система фотографий, и вдобавок с хорошим сюжетом, и вдобавок в исторической эпохе другой. Так. Нет, ну, здесь я неправильно выбрал место для его фотографирования. Скорее всего, все-таки вот так вот, где-то сбоку, чуть-чуть лучше его сфотографировать. Да. Будет лучший вариант. Наверное, все-таки другой объектив. Хотя здесь у нас фон не очень хороший получается, да? Хотя пойдет. Ему пойдет, мне кажется. Зачем? Ну, у тебя и идеи, мистер Тейлор. не все. Это будет мне удовольствия. Везем, девушка, в ее детстве. Не обязательно, вы их двумя вверх, Хэри. Ну, что разберусь. Чтоб мне, мейджор, ты взятен? О-о-о-о. Так. А мне обязательно это делать? Интересно. Я ведь могу отказаться, по идее. Мне не просто так сказали подсказку, что может быть не стоит отфотографировать. Хотя... Ладно, я думал, у меня получится ее отговорить, типа, ну иди отсюда, зачем тебе фотографироваться с этим мэром. Хотя, ладно, чего я уже заревновал-то так сильно сразу? Давайте, сфотографируем их. Ну, хватит двигаться, я пытаюсь подобрать правильно кадрировать. Мне кажется, нет, позиция не очень хорошая. Отойдем назад чуть-чуть. Вот отсюда. Так, повернись, дружище. Почему они встали не там, где обычно фотографируются? Все-таки мне приходится как-то вот подбирать позицию другую. Давайте вот отсюда их сфотографируем. В полный рост все-таки. Ну, кадр мне не нравится, зачем Джулия так смотрит на майора? Майор, конечно, лицо тоже. Действительно, я надеюсь, что это было я в этой фотографии. Какая она была вокруг Беретта. Я никогда не видел ее так раньше. Джулия была права. О, нет, это именно то, что заставило тебя пойти по ту на войну? Похоже на то. Ну, слушайте, как хорошо поездование заходит, да? Игра топовенькая. Так, и мы вновь возвращаемся. Все волнуются за своих детей. За отряд вот тут. Расспросить бригадиры об этих слухах. Они наверняка знают правду. Да, у нас здесь авторитет есть в каком-то роде. Но мы почему-то не разговариваем. Я удивлен. Волнительный момент. Он ведь может нам отказаться что-то говорить. Но надеюсь, он поведет себя как человек. Я пошел на свет. Кстати, да. Судя по всем правильно. Новая запись в дневнике. Так. А, нет, не здесь. А, можно переключаться между дневниками двух персонажей. Хорошо. Так, а почему вы не могли мне там сказать? О, нет. Он хочет всем что-то объявить. Дурное предчувствие. Ну, все не так плохо, как мы думали, да? Будем только надеяться, что это правдивая информация. И надеяться, что это правдивая информация. Да. Но я не могла. Что произошло из нашего сына. Я должен знать. Записаться в армию. Так, это случилось с Куртом. Так, я пошел на фронт, Катрин. Я пошел, чтобы найти Макс. Это вот все, вот это одно письмо. Понятно. Я впрестировал, Харри. Ты настоящий профессионал с этой камерой. Слушайте, я вернусь в Францию в несколько дней. Ты должен быть со мной. Ох. Помогите в стране. Возьмите фотографии. Возьмите домой героя. И помните, Харри. Мужчины любят человека в универсах. И это было в том же моменте, когда я решил. Знает он, чем подцепить нашего героя. Ясно. Здесь все, конечно, намного глупее. Но и парень моложе. Я был в войну. Отличное вступление. Просто отличное. Продолжение следует... Здесь все намного серьезнее, чем Валенхард. Слушайте, по сюжету. Там все-таки сюжет поднесен немножко комично, развлекательно. А здесь тоже видно, что так драматично, утрировано, художественно. Тем не менее, все-таки истории выглядят более реалистичными. Учитывая, что мы обходимся с темой реальной войны, это, наверное, все-таки более правильно. Декабрь 2016 года. Два года до перемирия по-прежнему. И теперь мы можем уже выбирать, за какого персонажа начинать дальше. Миссию. Ну, это во многих играх так было сделано, где ты можешь выбирать, чую часть истории ты увидишь дальше, потом ты все равно к другому персонажу переходишь. Скорее всего, здесь также это будет устроено, да? Гарри отправился на корабле возле берегов Франции, да? Ну, то есть он из Канады во Францию на корабле. Верно совершенно. А здесь немецкий поезд, идущий на Западный фронт. Хорошо. Ну, на этом моменте давайте остановимся. Отличное вступление. Как раз хорошая точка, чтобы приостановиться, закончить наш первый взгляд. Игра отличная. Я обязательно ее пройду до конца. В отличие от Варен Хардса, здесь нету такого геймплея, который может наскучить игроку. Сделано все достаточно серьезно. Художественно, опять же, можно, конечно, тут попридираться к этому визуальному стилю, как он маскирует, не дать техническую слабость, да? Но такие элементы, как саундтрек, диалоги и, наконец, повествование, не позволяют на это долго обращать внимание. Сразу же должен сказать, что мне интересна и судьба Гарри, и судьба Курта. Гарри во многом не из-за того, что он такой вот, ох, парень Джулии сердце хочет добиться, из-за того, что его Элай Джавут озвучивает. И контакт сразу хороший появляется. Это прям отлично. С Куртом у него действительно драматичная история. И две стороны, очевидно, герои в какой-то момент могут пересечься или оказаться близко друг к другу. Очевидно, скорее всего, здесь все это будет. Очень круто. Очень круто для игрового повествования. Прям конфетка. Что ж, всем рекомендую. 11.11. Memories. Retold. Игра о Первой мировой войне. Год. Столетие. Ее окончание. Отличное. Отличное произведение. Всем спасибо за просмотр. В следующий раз играем новинку. На этом сегодня все. И пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok